Есть две интерпретации. В случае стран условно-дружественных белорусскому режиму и условно-недружественных белорусскому режиму, против недружественных по полной работе пропаганда, значительная доля белорусов внутри страны находится внутри российского и белорусского государственного инфополя. Это тоже фиксируется различными исследованиями. Оно, скажем так, не то, чтобы сильно на дружбу народов нацелено в последние годы, говоря мягко. Поэтому мы и видим на том графике, который вы взяли из исследований Фонда Фредриха Эберта про идентичность белорусов, мы видим большую разницу между, например, отношением к жителям Украины и властям Украины, и отношением к жителям России или Казахстана. Когда мы говорим про Украину, очень позитивное отношение к народу Украины, но очень негативное отношение к руководству Украины. Это прямой эффект десятилетий работы российских и белорусских, в том числе, средств массовой информации, которые объясняли белорусам, что в Украине сидят нацисты у власти. В этом же исследовании, которое вы показывали, были еще вопросы о том, как согласны вы или не согласны с тем, что сидят нацисты во власти Украины или нет. И достаточно высокий процент, к сожалению, с этим утверждением согласен. Я согласен. Да, да, это не ужасно. Ну, от того, когда мы это исследование проводили, было достаточно неприятно это видеть, но в то же время это просто следствие такой обработки информационной. Ну, и, как я уже говорил немножко ранее, есть очень прямая корреляция между потреблением средств контента из российских или белорусских государственных СМИ и вот такими убеждениями. И Украина — это просто очень яркий пример. Я не помню, попала ли на вашу инфографику цифра по Соединенным Штатам Америки, там похожая ситуация, только там еще и к народу американскому еще чуть хуже относятся. То есть вот две главных вражеских страны по версии пропагандистских машин России и Беларуси — Украина и Соединенные Штаты Америки, которые вот устроили, устроили весь этот кровавый ужас снова же по версии пропагандистской машины. И вот это отражается в отношении белорусов к этим странам. В моем окружении, среди моих знакомых, не близких друзей, но знакомых однозначно, достаточно людей, которые поддерживали протесты, а потом поддержали войну. И ты такой, как? Как это вообще совмещается? Поговорила с коллегами, у них тоже такая ситуация. Это нам не повезло с окружением или есть действительно такие люди? Если да, то кто они, как это работает? Ты вроде против подавления демократии и так далее в Беларуси, но при этом поддерживаешь то, что делает Россия в Украине. Ну, это разные вещи. Вот по мнению таких людей, это мало связанные между собой события. В 2020-м белорусы попробовали сменить Лукашенко. И то, что началась война против, я сейчас, эта точка зрения мне, мягко говоря, крайне не близка. Я, например, ее приведу, что Россия начала войну для того, чтобы защитить, что-то деноцифицировать. Потому что вся эта история с 2014-го еще года, а скорее всего даже и раньше, если быть совсем уже честными, то все это революционные вещи, они множество белорусов пугали. И то, что произошло в Украине в 2014-м году, и то, что там после этого началась война. То, что, скажем прямо, белорусы крайне мало знают про Украину. Значительно меньше, чем про Россию. Контакта с Украиной у белорусов меньше на порядке. У родственников в Украине вопросов, которые делал Чатамхаус, например, у белорусов меньше, чем у родственников в России. Контактов через какое-то информационное поле еще меньше. Потому что украинские каналы почти никто в Беларуси не смотрит, особенно по сравнению с российскими каналами. И, соответственно, десятилетия этих представлений о том, что в Украине происходит что-то плохое, подогреваемое вот этими представлениями о том, что страна очень коррумпированная, и рассказами про бандеровцев, и же с ними. Потому что все в 2020-м, вот такие люди, про которых вы рассказываете, я рискну предположить, но они вот были на улице и видели, что никто не хочет резать русских. Никто не хочет никаких таких вещей, которые пугают достаточно широкие группы людей, националистических вещей. С Украиной создан вот этот образ, что страна нетерпима по отношению к русскому языку, по отношению к России. Все это играет. И поэтому идея о том, чтобы поддержать тех, кто, как вам кажется, пришел навести порядок, или восстановить справедливость, или защитить тех, кого унижали 8 лет, прости, господи, не пойми. Это очень легко может сочетаться с идеей о том, что пора бы поменять засидевшегося автократа в своей стране. Интересно, то есть два таких параллельных процесса, которые не обязательно друг другу влиять. Да, в то же время я скажу, что это скорее редкость. То есть такие люди есть, и у меня есть такие знакомые, но это скорее исключение в среде тех, кто поддерживал протесты в Беларуси. Тренд большой закономерности, который мы наблюдаем в исследованиях, говорят, что если вы продемократический Беларусь, который поддерживал изменения в Беларуси, вы, скорее всего, и проукраинский Беларусь. Продолжение следует...